Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш курс догматического богословия, и сегодня, двигаясь все ближе к Страстной Седмице, к Великой Пятнице, мы затронем очень важную богословскую тему – тему искупления. Как понятие искупления связано с понятием спасения человека, как это понятие связано с реальной жизнью каждого христианина? Об этом и о других вопросах сегодня с вами будет отец Вадим Леонов. Отец Вадим, вам слово. Спасибо, отец Реней. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Очень рад снова вас видеть в этом зале. Первый мой вопрос, обращенный к вам. Скажите, пожалуйста, кто-либо из вас когда-нибудь собирал ли мозаику или витраж, или же хотя бы детский пазл? Поднимите руку. Замечательно. А теперь поднимите руку тех, кто никогда не собирал ничего подобного. Хорошо. Опустите. А теперь поднимите руку тех, кто вообще не понимает, о чем я спрашиваю. Все. По крайней мере, вот я чувствую, что основные понятия в этой сфере мы владеем и будем понимать друг друга. Сегодня нам предстоит собрать нечто подобное, только в богословском аспекте. Тема, к которой мы сегодня приступаем, тема искупления, она находится на пересечении важнейших христианских догматов. И если мы, встречаясь раньше, все-таки правильно, хотя бы в некоторой минимальной степени осознали эти догматы, то в нашем сознании сегодня что-то должно как-то так сложиться. Для этого, конечно, нам необходимо вот соответствующее качество в себе актуализировать, как у человека, который собирает вот эти интересные вещи, мозаики, витражи, ну или хотя бы вот эти детские картинки. А что там за качество? А качество таково, что нужно с одной стороны видеть целое, уметь видеть целое, и с другой стороны понимать смысл каждого элемента. Тогда вы сможете грамотно вписать одно в другое. То есть надо уметь видеть великом малое и малое великом. Вот сегодня мы этим будем с вами заниматься. Если говорить об искуплении в общем, то надо признать, что идея спасения мира, она является ключевой в христианском богословии и крайне важной для исследования новых богословских идей. Если вы читали «Святых отцов», то вы наверняка сталкивались с таким интересным феноменом, когда появляется какая-то новая богословская идея, они как бы помещают ее в пространство учения о спасении и задаются простым вопросом. Если эту идею принять, сможем ли мы тогда спастись? Освоим это как бы как рентгеновские лучи, они просвечивают и вскрывают внутреннее содержание, некую перспективу, перспективу этой богословской идеи. Сможем мы ее использовать дальше или нет? Согласуется ли она хотя бы в основном положении к христианскому учению? И если да, то тогда ее рассматривают более подробно. Если же нет, то дальнейшие обсуждения лишены смысла. Ну давайте вспомним, как, допустим, святые отцы поступали с ересью арии. Первое, что они делали, они говорили, если Сын Божий не есть истинный Бог, то тогда в его лице не произошло соединение, восстановление единства между человеческим естеством и божеством. Значит, пропасть, возникшая после грехопадения, не уврачевана, не преодолена. А значит, и спасение невозможно. В этом случае Бог бы не пришел в мир, и вообще никто не пришел бы в мир. Смысл в этом действии никакого нет, спасительного. Поэтому Арий, конечно же, еретик. А потом уже начинали разбирать они, когда Арий не успокоился, да, конкретные его аргументы, по частностям. А фундаментальный подход именно такой. Или, допустим, вспомним Ериса Полинария Лаудикийского, он жил чуть-чуть попозже Ария, в середине второй половины четвертого века, он предложил, как раз пытался предложить некую компромиссную идею между никейцами и арианами. И такую модель выдвинул, что Христос – это некий богочеловек, в котором есть человеческая природа, но в аспекте тела и души, а духа или ума в нем нет, поскольку это источник греха, как казалось, Аполлинарию. И эту высшую часть человеческой души заменил божественный логос. Получился новый человек, спаситель мира. Думал Аполлинарию, а на это святые отцы ему говорили, если он, то есть Христос, таков, то тогда человек не всецело воспринят и не всецело спасен. Ну, чтобы не быть гласловным, я приведу вам слова Григория Богослова, как он опровергал Аполлинария, именно помещая его в контекст сатириологии. «Если кто понадеялся на человека, не имеющего ума, то он действительно не имеет ума и не достоин быть всецело спасен. Ибо не воспринятое неуврачеванно, но что соединилось с Богом, то и спасется». Смотрите, какой четкий сатириологический подход. «Что воспринято Богом, то и спасется». Я должен предупредить, к сожалению, в наше время иногда в богословских книжках некоторых современных я вижу эту фразу, используемую совершенно в ином контексте, не соответствующему тому, о чем говорил святитель Григорий. Вырывают только одну фразу, что не воспринято, неуврачеванно, и дальше делают вывод, значит, Христос воспринял грех. Но Григорий Богослов об этом не говорит, более того, в своих словах он говорит совершенно о другом. Это явная подмена смысла. Я сейчас не буду углубляться в эту тему, но обращаю ваше внимание, что слова эти святителя Григория обращены именно против ереси Аполлинария, который отрицал наличие высшей части человеческой природы во Христе. Их святые отцы это жестко и однозначно отвергли. Таким же образом, помещая идеи богословские в сатирологический контекст, были отвергнуты и монофизитство, и нестарианство, ну и многие-многие другие ереси. Я, в общем-то, предлагаю и вам потихонечку этот метод осваивать. Конечно, сходу это, может быть, не сразу удастся, но подход должен быть именно такой. Если вы слышите какую-то идею, кто-то пришел вам с друзьями и говорит, знаешь, мне пришла идея, спасаться надо с утра постоянно на голове. Вот вы сразу начинаете рассуждать, станет ли действительно спасение для этого ближе или и далее дальше. Думаю, ответ вы быстро найдете. Приступая к этой важной терме спасение или искупление, нам необходимо, конечно же, выяснить ключевые значения важнейших терминов. Вы уже заметили, что слово спасение и искупление я в своей речи часто употребляю как синонимы. А так ли это на самом деле? Не совсем. Они близки по смыслу, взаимосвязаны, но не тождественны. Слово спасение гораздо шире по своему содержанию, и в качестве иллюстрации приведу вам пару примеров. В послании к Ефесиным апостол Павел говорит, вы спасены, и сиение от вас, Божий дар, да никто же похвалится. Здесь он говорит о спасении в прошедшем времени. То есть спасение уже совершилось, вы уже спасены. Эту фразу очень любят протестанты. Они уже считают себя спасенными. Теперь осталось только других спасти, вот и все. И аллилуйя. Здесь он говорит о спасении в прошедшем времени. А в другом послании к филиппийцам он говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Здесь уже в настоящем времени спасение не достигнуто, его нужно достигнуть. О чем здесь речь? Не противоречит ли апостол Павел сам себе? Конечно же не противоречит. Он использует действительно смысловую палитру этого термина во всем многообразии. И в одном случае он говорит о деле, совершенном Господом нашим Иисусом Христом, об искуплении, страданиях на кресте за грехи мира. И это действительно произошло в прошлом. И поэтому в этом аспекте слово спасение можно употреблять в прошедшем времени. А вот если же речь идет о том, как люди усваивают плоды искупительного подвига в своей личной жизни, то здесь, конечно же, приходится использовать в настоящее время. Это дело не завершилось, не совершено. И поэтому, конечно, соответствующий термин нужно использовать в соответствующем времени. Чтобы было меньше путаницы и не приходилось реконструировать контекст, в богословии, конечно же, делается определенное уточнение. Когда мы используем слово спасение в объективном смысле, как дело, совершенное Христом, то используется термин искупление. Искупление. Ну, кстати, еще внесу несколько уточнений. Слово спасение по-гречески «сотирия». Отсюда происходит и название соответствующего раздела богословий «сотириология». Учение о спасении. А теперь давайте уточним значение термина «искупление». Искупление. Аполитросис или литросис, или редемцио по-латыни. Термин этот очень распространенный. В канонических книгах Ветхого Завета он встречается 39 раз. И очень часто он встречается именно как именование Бога, как имя Божие. Допустим, у пророка Исаии в 63 главе говорится «Ты, Господи, Отец наш от века, имя Твое, Искупитель наш». Обратите внимание, пророк Исаия это имя усваивает именно Богу, Отцу. А еще более выразительно этот термин использует святой праведный Иов. Помните, в своей знаменитой такой речи он обращается к Богу и говорит, «Я знаю, что Искупитель мой жив, и Он восставит мою распадающуюся плоть в день воскресения, и я, мои глаза в этой плоти увидят Бога». Это, конечно, потрясающее такое пророчество о том, что Он обязательно воскреснет. И даже несмотря на то, что Его плоть гниет и отпадает кусками от костей, она все равно будет восставлена. То есть крепчайшая вера у праведника Иова. Но здесь Он будущего Мессия именно называет Искупителем, тем самым предвозвещая, что будущий Мессия не просто придет что-то возвестить или восстановить царство Израилю, Он придет именно спасти людей от грехов их. Таких примеров в Ветхом Завете очень много. Я не буду вам их долго перечислять. В Новом Завете этот термин также используется очень часто, 19 раз, и тоже используется или для именования Господа нашего Иисуса Христа, или же как обозначение того дела, которое Он совершил. Термин искупления. Более того, сам Господь Иисус Христос, Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих, Он так говорит, Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему послужили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. То есть, смотрите, Он сам свое служение на земле называет искуплением. Я почему делаю, может быть, кому-то покажется излишний акцент на обоснование этого термина, потому что, опять-таки, в современной книгах по богословию некие горячие головы начинают клеймить этот термин, как будто бы он взялся из католического богословия или как-то еще из какого-то там ветхозаветного периода. Нет, друзья, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, даже в самой речи Господа Иисуса Христа этот термин используется. Поэтому, конечно же, он является православным, христианским, важнейшим для понимания христианского богословия. Итак, давайте в общем виде сформулируем, что по терминам искупления понимается «Спасение мира от вечной гибели, совершенная Господом нашим Иисусом Христом через Его добровольные страдания, смерть и воскресение». Итак, мы приступаем к этой теме. А насколько она для нас познаваема? Что мы можем в ней вообще-то понять? Апостол Петр в Первом Послании говорит, что это тайна, в которую желают проникнуть ангелы. То есть, понимаете, она желанна для них, но непознаваема. Уж тем более она недоступна для нас, людей с ограниченным умом, ограниченными знаниями и возможностями. И тем не менее, сказать, что она вообще для нас непознаваема, было бы неправдой. Все необходимое для нашего спасения, полезное, Господь нам открыл. Это непреложная, важнейшая установка для изучения тематического богословия. Однако, сразу должен вас предупредить, в православии нет теории искупления или теории спасения в строгом смысле этого слова. Чтобы быть понятым, я уточню слово «теория». Когда мы его употребляем, чаще всего, наверное, вы также употребляете, то подразумевается некий такой рациональный эквивалент реальности, абстрактная модель, используя которую мы можем прогнозировать или поизъяснять смысл происходящего здесь и сейчас в тварном мире. Ну, допустим, теория физического маятника. Это некая система алгебраических выравнений, которая позволяет вам, если вы знаете точно физические параметры физического маятника, подставиваете параметры выравнения, знать, в каком положении будет маятник. Через 15 секунд, через 30 секунд, через час, через два. Вам даже не нужно там его раскачивать и, так сказать, засекать что-то. Если теория правильная, то тогда теоретические рассуждения, результаты сойдутся с реальностью. То есть, повторяю, теории – это абстрактный эквивалент реальности. Понятно, что такую теорию создать в богословии, тем более в области искупления, это крайне наивно и даже глупо. Бог не вмещается в человеческие представления, в человеческие параметры. Но если мы отрицаем наличие теории искупления, мы не отрицаем наличие учения о спасении. Понятие учения гораздо шире, это более емкое слово. И это учение сформулировано в церкви. Можно даже говорить о наличии догмата искупления в таком расширительном смысле. В самом общем виде искупление православное учение об искуплении представлено в нашем Никио-Цареградском символе веры. Начиная со слов «Нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой, и Марии Девы, и отчеловедшегося, распятого, жезаный при понтийском Пилате, и страдавший погребенно, и воскресшего в третий день по писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего в десну и отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царство не будет конца». Вот этот фрагмент. И есть краткое учение об искуплении согласно положениям православной церкви. Если вы это еще положение символа веры соединяете с евангельским учением и святоотеческим, то по всей этой совокупности мы можем уже все это в совокупности назвать православным учением о спасении. Однако, если мы говорим об этом учении, мы должны четко понимать, что это учение формулируется, опять-таки, не через строгие рациональные построения, а используется язык символов, метафор, аллегорий. Собственно говоря, евангельский язык. Вспомните, когда Господь Иисус Христос изъяснял тайну спасения, он ведь тоже, прежде всего, такой язык и использовал. Он, на самом деле, гораздо глубже доходит до сердец человеческих. И святые отцы, проникая, или, так сказать, обращаясь к этой теме, тоже, как правило, излагали тайну спасения через образы, символы, притчи. Каждый из этих образов сатирологических раскрывает лишь одну сторону, какую-то грань этого великого таинственного учения. Все эти образы, которые вы найдете у святых отцов, они не противоречат друг другу, дополняют друг друга. Но вы совершите ошибку, если возьмете один из этих образов и его абсолютизируете. Ну, допустим, в силу личной симпатии. Вот нравится мне этот образ, я его считаю и православным учением. Если такой подход вы изберете, наверняка вас ждет ошибка. Ну, а теперь давайте хотя бы кратко их укажем. Эти образы самые распространенные святоатической традиции, чтобы мы хотя бы кратко к ним прикоснулись и их рассмотрели. Я их сначала просто перечислю. Первый образ Христа как анса Божия. Второй образ Христа как первосвященника. Третий Христа как нового Адама. Четвертый Христа как божественной премудрости. Пятый образ Христа как царя. И шестой образ Христа как пророка или благовестителя. Вот самые распространенные образы, хотя, надо признать, это список отнюдь не исчерпывающий. Есть и другие образы. Допустим, образ Христа как врача или образ Христа как пастыря. Но они по своему содержанию во многом пересекаются с теми, которые я перечислил, как бы входят туда, и поэтому, в общем-то, все их рассматривать подробности, может быть, и нет смысла. Хотелось бы мне, конечно, все эти образы с вами подробно рассмотреть, но, сами понимаете, мы, как бы сказать, очень ограничены по времени, поэтому я начну, сколько успею. А дальше я очень надеюсь, что вы, как бы, освоив некий метод, некий подход, который используется в изучении данного вопроса, и сами сможете по аналогии как-то вот соответствующим образом понимать и воспринимать христианское учение. Ну, а если что-то будет непонятно, вот во второй части нашей встречи мы постараемся уже подправить. Итак, приступаем. Первый образ – Христа как анца Божия. Чтобы вникнуть в этот образ, сначала действительно надо задуматься, а что это такое за животное – агнец. Агнец – ягненок. Интересная деталь, что в Священном Писании Ветхого Завета первое животное, о котором конкретно упоминается после змея – это овцы. В четвертой главе книги Бытия говорится, что Авель был пастухом и принес Богу жертву от первородных стада. Первородные стадо – это и есть агнцы – ягнята. То есть мы видим, что ягнята – это, в общем-то, первые животные, которые приносились Богу в жертву. И не случайно. Они в себе несут некую такую идею жертвенности и в своем физическом устроении, и в своем поведении. Их незлобивость, беззащитность, чистота, непорочность, податливость – она как бы символизирует жертвенность, идею жертвы. Один мой знакомый, который имеет отношение, так сказать, у нее есть знакомые тоже пастухи, он рассказывал, что у агнцев есть какое-то удивительное свойство, когда на Кавказе, там до сих пор приносят их жертву, при этом не только мусульмане, но и православные, осетины, грузины. У них есть такие определенные события, праздники. Так вот, когда ягненка берут для жертвоприношения, то он это как будто бы чувствует. И особо не сопротивляется, более того, когда его кладут на жертвный камень или там на бревно, то он подставляет свою голову, как бы делает даже, как бы предоставляет некое удобство тому, кто это жертвоприношение совершает. Такое впечатление, что это животное как бы чувствует свое какое-то предназначение к этому и совершенно не сопротивляется. Так вот, в этом смысле, ну не только, но в том числе и в этом смысле, и Господь наш Иисус Христос тоже есть жертвенный агнец. О том, что Христос является именно агнцем, будущий Мессия будет агнцем, об этом предсказывалось и в Ветхом Завете. Пророк Исайя в 53 главе так и говорит, как овца, введен он был на заклане, и как агнец предстригущими его безгласен. Наказание мира нашего на нем, и ранами его мы исцелились. То есть он его и описывает, как агнца. И в Новом Завете очень часто называется агнцем, давайте вспомним, что первое явление Христа во время общественной проповеди, оно оглашено было словами Иоанна Претечи, и Претечи, вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира. То есть именование его как агнца является очень распространенным как в Ветхом пророческих высказаний, так и в Новом Заветах. Однако, если мы говорим о Христе как жертвенном агнце, то надо понимать, для чего эта жертва приносится. И здесь святые отцы говорили, что в рамках этого образа раскрывается такая идея, что жертва приносится ради освобождения всего человеческого рода от рабства. Сейчас для современных людей слово рабство, конечно же, так сказать, знакомо по книгам. Хотя, конечно, люди опытные говорят, что рабство в таком завуалированном виде, оно существует и в нашей дне, но все-таки завуалированном. А в те времена, в древности, это было всем хорошо знакомым. А что значит быть рабом? Быть рабом – это значит, ты являешься собственностью, собственностью своего господина. не только ты, но и все, кто от тебя произойдут, тоже рабы. Это значит, что дети рабов – тоже рабы. И в этом смысле действительно все человечество находилось в рабском состоянии. Они были рабы дьявола. И чтобы освободить это человечество, необходимо было жертва, которая по своей значимости, по своей ценности превосходила все человеческое сообщество. И понятно, что в этом случае жертвой должен быть не просто какой-то великий святой человек, а именно Бога-человек. На Первом Вселенском Соборе, в документах Первого Вселенского Собора есть такая очень интересная цитата. «Мы были повинны крестной казни, но если бы и все мы были распяты, и тогда не могли бы избавиться от смерти. Много было святых, много было пророков, много было праведников, и никто из них не мог искупить себя от владычества смерти. Но пришел Спаситель всех и претерпел в своей безгрешной плоти от нас заимствованной должное нам наказание за всех и вместо нас». Святые отцы, когда используют этот образ Христа как Анса Божия, они очень часто используют еще очень важное понятие божественной правды «дикая осенняя». Давайте с ним разберемся. Что это такое за правда? Правда и праведность – это неотъемлемые свойства Бога. Однако, когда мы говорим, что через жертвенное служение Христа осуществилась правда Божия, не стоит думать, что эта праведность Бога нуждается в каком-то особенном жертвенном удовлетворении. Речь идет совсем о другом. Поскольку Бог праведен, то все, что им сотворено, тоже несет на себе печать его праведности. Мир праведен. В мире царствует правда Божия. Но только эта правда Божия по сути для нас является нравственным законом бытия. И он столь же объективен, как физические законы бытия. Более того, он настолько очевиден, что нет ни одного народа, нет ни одной культуры, нет ни одной религии, даже самой дремучей языческой, где бы реальность нравственного закона в мире кем-то отвергалась. Вот только современные люди середины XX века этот вопрос ставят под сомнение. Мы помним, что Кант, Эммануэл Кант даже пытался использовать нравственный императив как одно из доказательств бытия Бога. Для него это было настолько важным. Конечно, этот божественный закон, закон божественной правды, он воспринимается в разных культурах, интерпретируется уже по-своему. Там есть отклонения, мы можем говорить о каких-то ошибках, но некая фундаментальная идея наличия нравственной ответственности, она не отрицается никем никогда, и, конечно же, она не отрицается и в христианстве. Под принципом божественной правды понимается как бы изначально установленная ответственность, ответственность за поступки. В чем смысл этого закона? Он очень простой, что если человек живет по воле Божией вместе с Богом, то это становится источником блаженства и радости. Если же он нарушает волю Божию, живет вопреки Богу, то тогда это он сам на себя навлекает страдания и гибель. Это не Бог на него навлекает, а как бы мир так устроен. Мир так устроен. Да, ведь или, скажем так, если мы идем по улице и на столбе написано не влезай, убьет, то это не значит, что электрики получат какое-то удовольствие от того, что кто-то все-таки залезет и получит травму от электрических проводов, от электрического тока. Да, если на берегу озера неизвестно написано купаться запрещено, это не значит, что коварные спасатели стоят где-то за кустом и ждут, когда же найдется такой неразумный, чтобы воспользоваться этим запретом и оправдать срудовую деятельность спасателей. Конечно, это глупо, скажем мы, с точки зрения, но точно так же необходимо рассуждать и в духовной сфере. Принцип божественной правды это закон бытия, нравственный закон мира. И наличие его Бог сразу же указал первозданным людям еще до грехопадения. Когда он формулировал заповедь «В день, который ты вкусишь от древа познания добра и зла смертью умрешь». То есть вот сработает этот нравственный закон в отрицательном смысле. Как бы Бог предупреждает «Не влезай, убьет». То есть как бы будет больно, страшно и плохо. Мир так уже устроен. Ты вошел в мир, в котором существует этот закон. Очень легко можно преодолеть это затруднение, не нарушая заповедь Божию. О наличии этого закона и после грехопадения, конечно, много говорится в учительных книгах Ветхого Завета. Они пропитаны этой идеей. И, конечно же, много говорится в Новом Завете. Допустим, у апостола Иакова говорится, что всякий соделанный грех рождает смерть. Ну вот она закономерность. Соделанный грех рождает смерть. Причина – следственная связь. Вот он закон божественной правды. Очень важно, что этот принцип, он, так сказать, существует в мире, и когда Бог спасает мир, он учитывает наличие этого закона и не нарушает его. Конечно же, с точки зрения божественного всемогущего, конечно, мог бы, конечно, и разрушить этот принцип нравственной ответственности, но если бы он нарушил Бог, он бы сам был первым, кто стал бы неправедным. Как бы он сам себя бы отрицал, совершив такое, как бы, насилие над теми правилами, принципами, которые он сам установил. И это, конечно, было невозможно. Вот, исходя из этой мысли, Григорий Палама, святитель, в XIV веке пишет, «Слово Божье и Вседержитель, и Всемогущий Сын мог бы без того, чтобы воплотиться, всячески избавить человека от тления, смерти и рабства дьяволу, но более соответствующим нашему естеству и немощи, и наиболее отвечающий совершителю был тот способ, который был благодаря воплощению Слова Божия, как способ, заключающий в себе принцип правосудия, дикэосини, без чего ничто не совершается Богом». Конечно, эту взаимосвязь греха и смерти, греха и страдания, кстати говоря, тоже как бы в буддизме тоже это было отправной точкой для развития буддийского учения, только потом пошли другие интерпретации, эту взаимосвязь люди могут интерпретировать как угодно. Можно ее интерпретировать как проявление божественного правосудия. Ну, почему бы и нет? Бог наказывает, за совершенный им грех. Можно это прочитать как проявление божественной любви. Бог через смерть полагает предел греху. Грех не становится бесконечным, бессмертным. Любовь к тварному миру. А можно увидеть в этом просто божественную премудрость. Вот как здорово Бог все устроил, да? Вот как бы добро порождает добро, зло порождает зло. Какая премудрость Божия, да? То есть, как бы это зависит уже от вас. И вы можете выбрать ту интерпретацию, которая вам по душе. Но главное, чтобы вы не отвергнули зерно наличия нравственного закона ответственности, который был, есть и будет во веки веков, покуда стоит тварный мир. Так вот, Бог спасает мир в соответствии с учетом этой нравственной ответственности. Конечно, для этого Богу необходимо было войти в этот мир, стать одним из людей, да? Вот. И для этого, конечно, Он воспринял человеческое естество, пострадал, зашел на крест, воскрес из мертвых. Вся земная жизнь Господа нашего Иисуса Христа является искупительным подвигом. От момента благовещения, когда произошло после зачатия, и до момента вознесения на горе Елеонской. Однако, ключевая точка, ключевое событие, по-своему, Сталинградская битва, это Голгофа, страдание на кресте. Это, собственно, есть таинственное жертвоприношение, во время которого и произошло, собственно говоря, духовное перерождение мира, спасение мира. Об этом мы как раз с вами и будем говорить. В данном случае произошло, как бы сказать, торжество божественной правды не в юридическом плане, а в метафизическом, как восстановление правды Божией, восстановление возможностей для праведного бытия. Помните, в евангельских заповедях говорится «блаженные, алчащие и жаждущие правды». Кто это? Что это за люди? Те, кто бегают по судам и все время требуют компенсацию за то или другое? Да нет, конечно же. Тогда бы сказано «блаженные, алчащие, жаждущие справедливости», а сказано «правды», то есть «праведные жизни». Действительно, если человек хочет праведной жизни, а праведная жизнь – это в соответствии с замыслом Божьим, то он в этом мире постоянно отталкивается на сопротивление. Он все время вынужден плыть как бы против течения, и он не может удовлетворить свою жажду жить в соответствии с замыслом Божиим. А вот там будущие жизни в Царстве Небесном он получит для этого все. Тогда он действительно будет блаженствовать. Важно подчеркнуть, что искупительный подвиг нашего Спасителя не привнес какого-либо искажения, изменения в бытие Пресвятой Троицы. Страдает человеческая природа Христа. Но поскольку она воипостазирована, воспринята воипостазь Бога Слова, то все эти страдания становятся, приобретают божественное достоинство. Как это пояснить? Можно на антропологическом примере. Представьте, что вы порезались или повредили себе там, я не знаю, руку, ногу, голову. Что вы говорите в этот момент? Можно сказать двояко, да? Палец порезан, а можно сказать я порезался. В одном случае вы описываете свою природу человеческую, палец поврежден, а во втором случае вы как личность усваиваете страдания своего пальца себе. Я порезался, я как личность несу за это ответственность, я страдаю вместе с моим пальцем, вот, и это как бы сказать уже переносится на все мое естество, да? Из-за этого будет изменен там график, да? Если я музыкант, я в течение трех недель не буду играть на скрипке или на фортепиано, вот, и так далее. То есть масса выводов идет уже личностного характера из какого-то природного, на первый взгляд, даже мелкого повреждения. Так вот, и страдания Господа Иисуса Христа по плоти, по человеческой природе, они через вот это ипостасное единение, которое мы с вами говорили на прошлой нашей лекции, да, приобретают божественное достоинство. Однако, когда мы говорим о искуплении, конечно же, возникает вопрос, как о жертве, а кому принесена эта жертва? Если есть жертва, то есть тот, кого приносят жертву, тот, кто приносит жертву, и тот, кому приносит жертву. Логично? Логично. И святые отцы задавались этим вопросом, и наиболее тонко эту тему рассматривал святитель Григорий Богослов. Я вам приведу сейчас его рассуждения, а потом мы их проанализируем. Это в слове на Святую Пасху. Кому и для чего пролита сия излиянная за нас кровь, кровь великая и преславная, Бога, архиерея и жертвы. Мы были во власти Лукавого, проданные под грех и сластолюбием купившие себе повреждения. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащим во власти, спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая цена? Если Лукавому, то как это оскорбительно? Разбойник получает цену искупления, получает не только от Бога, но самого Бога. за свое мучительство берет такую безмерную плату, что за нее справедливо было бы пощадить нас. А если отцу, то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену, а во-вторых, по какой причине кровь единородного приятна отцу, который не принял Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение вместо словесной жертвы, дав овна? Или из всего видно, что приемлет отец, но не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству и потому, что человеку нужно было осветиться человечеством Бога, чтобы он сам избавил нас, преодолев мучителя силою, и возвел нас к себе через Сына, посредствующего и все устрояющего в честь Отца, которому оказывается он во всем покорствующим. Вот такое интересное, очень красивое рассуждение. Итак, давайте сейчас попробуем его кратненько рассмотреть. Он перебирает все такие очевидные варианты. Вариант номер один, жертва принесена лукавому, то есть дьяволу. Он ее отвергает, говорит, как это оскорбительно, лукавый принимает такую великую жертву самого Бога, как это возможно. Он ее отвергает. Вторая идея, что жертва принесена отцу, и он тоже недоумевает, а зачем она нужна отцу? Он даже не принял Исаака, заменив его на овечку, то зачем ему жертву собственного сына? В этом тоже нет смысла. Обратите внимание, удовлетворение какое-то просто отца им отвергается. А дальше он выдвигает третью богословскую гипотезу, рассуждает очень аккуратно. Жертва принесена отцу, но не потому, что он имел в этом нужду, а по домостроительству, потому что человеку нужно было освятиться человечеством Бога. То есть эта жертва приносится, конечно, отцу, как адресату, но нужна она для спасения нас, чтобы мы через эту жертву освятились, преобразились, соединились с Богом. Давайте вспомним, что в Ветхом Завете через жертвы освящался, освящались дома, освящались храмы, предметы и так далее. Так вот и здесь жертвы приносят отцу для нашего освящения, преображения, спасения. Правда, надо здесь сделать одно очень важное уточнение. Когда Григорий Богослов говорит о жертве приносимой отцу, то православной традицией здесь подозревается не только первая ипостась Пресвятой Троицы, а все три божественные лица. Помните, когда-то мы с вами уже говорили, что когда действует отец, действуют все три лица. Когда действует Бог, всегда действуют три лица. И в этом смысле жертву вместе принимает и отец, и сын, и святой дух. Мы, может быть, об этом поговорим. Тема эта рассматривалась, кого интересует, в 12 веке, в 1156 году на специальном Константинопольском соборе Пресвятитель Николай Мифонский. Теперь рассмотрим следующий образ. Образ Христа как первосвященника. И чтобы вникнуть в его содержание, необходимо понять, а кто такой первосвященник и вообще священник. Или даже еще давайте расширим рамки наших рассуждений. Кто такой служитель культа, как выражали в советский период. В чем смысл всех этих странных личностей? Если посмотреть в таком глобальном масштабе, то в Ветхом Завете все эти служители культа прежде всего выполняли следующую функцию. Они пытались соединить мир земной и духовный. Да, если это какие-то жрецы-шаманы, они соединили мир земной с миром падших духов, они совершали какие-то небогоугодные действия с точки зрения истинной религии, но реальность именно такова. Они через себя соединяли эти два мира. Ветхозаветная религия, которая была истинно, неповреждена, все равно люди приходили к первосвященникам, священникам и не могли сами вступить в диалог с Богом. Они приносили жертву за свои грехи или благодарность за что-то. И священники должны были принять и осуществить вот этот, если угодно, контакт, связь, соединение. В Новом Завете, конечно, у служения священников предназначение несколько меняется. Священники в Новом Завете уже не являются посредниками между людьми и Богом. Они больше похожи на пастырей, поводырей, проводников, сопроводителей, гидов, как угодно. То есть людей, которые призваны помочь людям перейти от земли на небо, души сопровождать в тот мир. Они должны находиться рядом, потому что после искупительного подвига Христова каждый человек имеет личную связь с Богом. Но мы сейчас говорим о ветхозаветном периоде человечества, и в этом случае, конечно же, Господь наш Иисус Христос является не просто священником, а первосвященником в высшем смысле Слово. Потому что он не просто эпизодически на какое-то короткое время соединил мир земной и небесный человечество и Бога. Он сделал один раз и навсегда в самом себе, соединив две природы, человеческую природу и божественную ипостаси Бога Слова. Но когда мы говорим о служении Христа как о первосвященника, то здесь имеется в виду еще и то, что священники не просто устанавливают некую связь, они еще восстанавливают личные отношения между Богом и человеком. Вот этот аспект отсутствует в рамках образа Христа как Агнца Божия. Священники примиряют людей с Богом, восстанавливают личные отношения. И в этом плане Христос действительно высший первосвященник, потому что он в себе примирил все человечество с небесным отцом. Мысль о Христе как первосвященнике, она выражена еще в Ветхом Завете. В Псалме 109 говорится, что он есть священник во век по чину мелхиседекову. А в Новом Завете, если вас интересует, второе послание апостола Павла к евреям, оно все по своему содержанию выражено, выстроено именно в таком ключе. Христос первосвященник. Именно с этой позиции описывается его служение. И там говорится, что он должен быть чист, непорочен, свят, непричастен к греху, чтобы он должен садить небо и землю и так далее. В рамках этого образа очень важно обратить внимание, что Бог примиряется с людьми, но когда мы слышим эту фразу, очень часто возникает пример из обыденного сознания. Что значит примирил? Вот есть два человека обижены друг на друга, мстят друг к другу, наговаривают, сплетничают, при возможности делают пакости. Вот этот стереотип, конечно, здесь совершенно неуместен. Когда говорится о разрыве отношений с Богом, то врагом был и оставался человек, человечество. Бог на всех этапах человеческой истории никогда не враждовался своим созданием. Это глупо, это бессмысленно. Кто может враждовать с Богом? И очень ярко это иллюстрируется евангельская притча о блудном сыне. Вот помните, младший сын, когда уходит, он многократно своему отцу наносит оскорбление. И тем, что его не слушается, и тем, что при живом отце требует у него свою часть имения. Потребовать наследства при живом отце, это сказать, что ты для меня уже не существуешь, тебя уже как живого нет, мне нужно только наследство. Что может еще более быть оскорбительнее для отца, чем такой подход. И тем не менее, он не обижается на своего сына, и потом принимает, несмотря на то, что он истратил все наследство, и так далее. Вот эта притча, она иллюстрирует, что вражда, конечно же, существует, и о ней можно и нужно говорить между человечеством и Богом, но она всегда была односторонней. Люди враждовали против Бога, но Бог никогда не враждовал против людей. Об этом очень хорошо говорит апостол Павел во втором послании Коринфянам, пятая глава, с 19 по 21 стих. Он говорит, Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения, от имени Христова просим примиритесь с Богом. То есть апостол Павел просит людей примиритесь с Богом, он не просит Господи прости нас, в том смысле, что больше не гневайся на нас, да он не гнил с самого начала. Более того, если мы вспомним Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, там прямо говорится, еще до того, как люди попросили прощением Бога, он уже посылает Сына своего настрадания. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующего не погиб, но имел жизнь вечную. Послание к римлянам в пятой главе говорится, ибо если будучи врагами мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Образ Христа как первосвященника связан с образом Христа как Агнца Божия. Они во многом пересекаются и взаимодополняют. Смотрите, даже когда я вам приводил слова святого Григория Богослова, он тоже говорит «великая жертва и архиерей». Смотрите, он эти образы как бы раз совместил. Но образ Христа как первосвященника он более емкий. Здесь не только присутствует идея жертва за грехи мира, но указывается личность, указывается тот, кому эта жертва принесена, и еще описывается момент восстановления отношений в результате этой искупительной жертвы. Всего этого содержания нет в рамках образа Христа как Агнца Божия. Но в плане практического употребления образ Христа как Агнца Божия более распространен. Почему? Потому что он для людей понятен. Как говорится, то, что примитивно, то и эффективно. То есть то, что проще, то и как бы работает лучше. Поэтому и чаще его используют, в общем-то, и он чаще встречается в литературе. Для того, чтобы понимать образ Христа как первосвященника, нужно понимать смысл священнического служения, а это может быть не всем известно, не всем доступно, и поэтому использовать этот образ удается не всегда. Следующий образ. Образ Христа как нового Адама. Он тоже часто встречается в святоотической письменности. И в данном случае спасение описывается как подвиг Христов по восстановлению ошибок, допущенных нашим прародителем. Он приходит в мир, чтобы исправлять последствия. И в этом случае учение о спасении раскрывается через сопоставление двух личностей Христа и Ветхого Адама. Не только сопоставление, но и противопоставление. Этот образ также представлен в Священном Писании, ну конечно же Ветхом Завете его нет, но в Новом Завете его очень любил использовать апостол Павел и вы его найдете в послании к римлянам и в первом послании к коринфянам. Я думаю, вам я еще его кое-что процитирую. Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежнее, а душевное, а потом уже духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, каков небесный, таковы и небесные. Вот здесь четко происходит сопоставление двух Адамов перстного и небесного. Один порождает в плоть, другой порождает в дух. В рамках этого образа очень важным является идея рождения, спасения через рождение. Но для этого давайте вспомним, что первородный грех со всеми его последствиями передается людям именно через рождение, из поколения в поколение. И каждый новый человечек рождается отчужденным от Бога, порабощенным дьяволу, с поврежденным образом Божиим, с поврежденной природой, искаженными отношениями с окружающим миром. И хотя люди не участвовали лично в том древнем событии, но тем не менее несут ответственность. Почему? Задумывались когда-нибудь над этим вопросом? Он очень важный. Дело в том, что Бог не создает человечество как набор индивидуумов, как песок морской, как песчинки автономные друг от друга. Бог создает человечество как семью, где люди связаны с собой природно и личностно, и поэтому несут коллективную ответственность. Как в благом деле они становятся наследниками Божьих обетований, так, к сожалению, и в отрицательном аспекте, они становятся наследниками первородного греха. И Бог спасает, как бы формирует из этого человечества новое человечество, тоже как семью в церкви, церкви, и эту семью тоже будет спасать. Поэтому, чтобы спастись, нужно войти в эту семью, нужно к ней присоединиться, нужно родиться в этой семье через таинство крещения. Так вот, рождение, оно приобщает людей к коллективной ответственности, к семье. И древний Адам, да, приобщает нас через себя к вот этой греховности, которую личным инициатором он стал вместе со своей супругой, со своей женой. Однако, новый Адам порождает новое человечество, устанавливает новый закон рождения через таинство крещения и как бы перекрывает, исправляет те ошибки, которые допустил древние. Своей благодатью Христос покрывает все грехи Адама, он снова возвращает Царство Небесное и дает вечную жизнь Богом. Через страдания он устранил греховное разрушение или там греховную пропасть между человеком и Богом. Через смирение он победил дьявола, об этом мы можем сегодня еще скажем кратко. Через любовь он порождает новое человечество в лоне церкви. В первом послании Каримфина апостол Павел говорит, как смерть через человека, так через человека и воскресение из мертвых. Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут. То есть Спаситель, становясь новым Адамом, он входит в мир и начинает жить по новым принципам. Вернее, не по новым принципам, а по принципам, изначально установленным Богом. Но для мира, который погрузился в тьму греха, это становится чем-то новым, неожиданным. Он что-то странное говорит, да, и люди его не понимают, многие, более того, пытаются отвергнуть. нам теперь кажется это странно, но как это так? Христа можно отвергнуть, он створил столько чудес, он говорил такие замечательные слова и так далее. А на самом деле проблема такая существует, психологическая и душевная, ее можно даже проиллюстрировать. Мне как-то стала понятна эта тема в 2004 году с паломнической группы мне удалось побывать в Египте, в некоторых монастырях, в святых местах, на Синае. И вот в ходу этой паломнической поездки нас привезли в Каир. Ну, те, кто были в Каире, знают, это, конечно, огромный город, больше 20 миллиона жителей, официально, неофициально, наверное, еще 20 миллионов. Вот, очень шумный, при этом летом, жарко, душно, но более всего меня поразило, конечно, так называемый Каирский трафик, то есть дорожное движение. Гостиница у нас находилась рядом с оживленными магистралями, и я из окна гостиницы наблюдал, как это все происходит, и не мог понять. Оживленный перекресток, на перекрестке светофоры, даже полицейский какой-то стоит с палочкой, правда, палочка ничего не делает. Вот, и при этом все одновременно движутся навстречу друг другу, пересекают, постоянно клаксонят, звучит постоянный шум, но как-то все живут. Пересекают пробираются между автомобилей, автобус движется в третьем ряду с открытыми дверями, и люди заходят и выходят, все движутся, прямо во время движения, так пробираясь между автомобилями, никого это не напрягает, а может и напрягает, а не клаксонят, но в общем шуме это кажется всем безразлично. Вот, и все как-то живут, и я не мог понять, как они живут, как водители. А потом на следующий день мне пришлось, мне предложили попасть, сходить на экскурсию в Каирский музей, он находился рядом, там пешком пройти метров 500, но нужно было пересечь, сечь эту оживленную улицу, я минут 15 стоял возле светофора, он действительно мигал, там появился зеленый, сверхжелтый, красный, но машины продолжали двигаться, никто не собирался оставлять, я попытался ногу поставить на пешеход, но никто не собирался, пришла ко мне такая простая гениальная мысль, присоседиться к какому-то местному жителю, и так и получилось, я, так сказать, с помощью местного жителя как-то перебрался на другую сторону, но ничего не понял, как вот вообще можно ориентироваться и жить в этом мире. А на следующий день еще один случай предоставился, нас повезли в микроавтобусе в какое-то очень интересное место, и водитель решил срезать дорогу, и заехал на улицу с односторонним движением под кирпич. Улица длинная, узкая, метра 3-4 шириной, точно два автомобиля не разъедутся, длиной метров 200, никого в конце нет. Я сижу на переднем сидении, ну и смотрю, так с ехидством, думаю, что ждать будет дальше. Наш водитель движется, проехал метров 30, с другой стороны появляется водитель, который на совершенно законных правах едет навстречу. Мы встречаемся где-то посередине этой улицы, и они сидят в своих автомобилях и молчат, смотрят друг на друга. Я тоже сижу, молчу, мне интересно, что будет дальше. Думаю, наши водители уже выскочили, там начали ругаться, достали бы бейсбольные биты. Нет, сидят, молчат. Через 30 секунд приблизительно водитель легкового автомобиля, который ехал совершенно законно, включает заднюю скорость и начинает сдавать. В конце концов, он выезжает из этой улицы и уступает дорогу нашему микроавтобусу. Я в недоумении через нашего переводчика, который по-арабски, спрашиваю, почему этот водитель нам уступил, ведь мы же должны были уступить. А переводчик мне отвечает, даже не спрашивая водителя, потому что у него двигатель мощнее. Понимаете, вот есть правила дорожного движения, а есть вот двигатель мощнее. И это мощнее, чем правила дорожного движения. Я был в шоке вот все оставшуюся часть дня. Но на следующий день еще меня ошарашили. Нужно было опять куда-то попасть, и я не успевал. И взяли мы на такси со своим знакомым, а египтянин там немножко говорил по-английски, как-то так мы с ним объяснились. Я ему задал в лоб вопрос. Говорю, почему вы водители не соблюдаете правила дорожного движения? Как не соблюдаем? Соблюдаем. Я говорю, ну как же, вот проезжаете на красный свет, не уступаете пешеходу. Да ничего подобного. Он так даже не посмотрел на меня как на странного человека. Хорошо, думаю, я сейчас приведу примеры. Пример тут же предоставился. Перекресток регулируемый, то есть светофоры горят. В центре перекрестка стоит полицейский с палочкой. Ну правда, палочкой не размахивает, а значит водитель должен руководствоваться знаками светофора. Наш таксист подъезжает в перекресток, посмотрел направо, налево, нажал на клаксон и едет. Переезжает на красный свет перекресток, полицейский искоса бросил на него взгляд, ничего не сказал, и наш водитель значит доехал до конца. Я говорю, вот смотри, ну ты же проехал на красный свет. Ну да, проехал. Я говорю, почему полицейский тебя не остановил? Ну он же мой друг. И я понял, понимаете, есть жизнь по правилам, а есть жизнь по понятиям. И жизнь по понятиям, она гораздо важнее, чем жизнь по правилам. Если ты не владеешь этими понятиями, то ты, конечно, погибнешь. На какое-то мгновение я представил, а что если в этом мире, имеется вот в этом трафике, вдруг появится такой педант, какой-то немец, и будет так скрупулезно соблюдать все правила дорожного движения, что с ним будет через 10 минут, через 15 минут. Я думаю, нетрудно спрогнозировать, что в лучшем случае его бы, так сказать, смяли, да и оттеснили бы на обочину. А может быть, произошло еще что-нибудь пострашнее. Так вот, нечто подобное происходило в мире. Да, конечно же, все люди знают божественный закон, принципы божественного существования, хотя бы в общем. Но все настолько привыкли жить по закону греха и смерти, что когда кто-то пытается жить по закону божественной правды, по заповедям Божьим он становится не просто белой вороной, он становится бельмом, раздражающим фактором, человеком, которым проще убрать, уничтожить его, чем с ним же рядом жить. Вот в этом кроется один из основных мотивов смерти Господа Иисуса Христа. Почему его, так сказать, возненавидели иудеи и захотели убрать? Потому что он действительно, как бы сказать, не вписывался в этот трафик иудейской жизни того времени. И вариантов не существовало. Или остановится весь город, то есть вся страна, или тогда нужно перестраивать. Или же просто нет человека, нет проблем. Итак, новый Адам в этом случае, будучи совершенно честь и непорочен, становится родоначальником нового человечества и ассоциирует себя со всем человечеством. И чтобы быть искупителем, в рамках этого образа говорится, что он воспринимает на себя ответственность. Ответственность за человеческий род. Раз новый Адам, значит, родоначальник, раз ты начальник, то ты несешь ответственность за своих подчиненных. Вот на тебя и возлагается соответствующий груз. Ответственность за все грехи мира. Эту идею очень красиво излагал святитель Иоанн Златоуст. Послушайте. Представь, что царский сын, увидев, что на рынке бьют женщину, худую и продажную, называет себя ее сыном и тем освобождает ее из руки обидчиков. То же самое совершил и Сын Божий. Он исповедовал себя сыном человеческим, явился на помощь плоти и осудил грех. Та самая плоть, которую грех не излагал тысячекратно, одержала над ним блистательную победу. То есть он сказал, это моя мать или моя родственница, да, и поэтому, если она кому чем-то должна, если эта блудная женщина кого-то чем-то досадила, обманула или, может быть, чем-то заразила, то я несу за это ответственность. Ах, если так, то тогда с тебя и взыщется, говорят окружающие. И так и произошло в духовном плане. Христос стал лицом ответственным за грехи всего мира. Понятно, что в плане чистоты для святых отцов не было сомнений, что он абсолютно чист, чист, как первозданный Адам. Григорий Богослов так пишет, «Христос воспринял на себя мою душу и все мои члены, воспринял того Адама, первоначально свободного, который не облегся еще грехом, пока не узнал змея и не укушал плода и смерти, питал же душу простыми небесными помыслами и был светлым таинником Бога и Божественного». Эту же мысль раскрывал и преподобный Симеон Новый Богослов. Бог, желая иметь такого человека, каким вначале создал Адама, послал в последние времена на землю Сына Своего Единородного, и Он, пришедший, воплотился, восприняв совершенное человеческое естество, что быть совершенным Богом и совершенным человеком, и Божество имело таким образом человека, достойного его». В рамках этого образа очень важным является понять идею заместительных страданий. Один страдает вместо другого. Вот здесь очень часто возникает преткновение. А с какой стати? Он страдал за нас. Святые Отцы указывают, что человечество, во-первых, в силу природного единства может, как бы сказать, приобщаться некому общему нравственному наследию, благому или страдательному, а во-вторых, в силу любви. Об этом очень хорошо пишет преподобный Марк Подвижник. Вот кого интересует, есть у него слово о нравственном законе. Он говорит, того, кого мы любим, мы приобщаемся к его духовному бытию и нравственной ответственности. И в силу этой любви и в той мере, насколько мы любим человека, мы можем в каком-то степени и пострадать за него. Я как священник могу сказать, что я видел, как мамы вымаливали своих детей. И когда они просили других людей, в том числе и священников, в том числе меня, конечно же, мы как-то что-то делали, но чувствовалось, что наши личные усилия, они несравнимы с тем, что делает эта мама. И они вымаливали реально, потому что у них есть любовь. Эта любовь творила чудеса с этими детками. Не сразу, бывало, через 5 лет, бывало, через 10 лет, бывало вообще перед смертным адромом. Об этом так говорил преподобный Иоанн Дамаскин. Должно знать, что усвоение, вот это нравственное усвоение последствий, бывает двоякое. Одно естественное и существенное, а другое личное и относительное. Естественное и существенное то, соответственно, квоему Господь под человеколюбив принял естество наше и все наши естественные свойства, действительно и истинно став человеком и испытав то, что принадлежит нашему естеству. А личное и относительное усвоение бывает, когда кто-либо ради известного отношения, например, ради сострадания и любви, принимает на себе лицо другого и вместо него говорит в пользу его речи и к нему самому не относящиеся. Соответственно, этому Господь усвоил себе проклятие и оставление наше и подобное, что не относится к естеству. Усвоил не потому, что он есть или соделался таковым, но потому, что принял на себя наше лицо и поставил себя наряду с нами. Вот что означает «был по нас клятва». то есть «был за нас проклятие». Это цитата из послания апостола Павла к Галатам. В этом смысле говорится, что он стал грехом за нас, то есть воспринял наказание за грехи нас, вознес наши грехи на своем теле, воспринял позор, бесчестье человеческого робота. Вот именно в таком переносном смысле он усвоил через личную любовь ответственность за наши грехи. Вот этот, кстати, принцип связи через любовь, он работает еще в очень важном таинстве крещения. Вот когда мы крестим младенца, то приглашаем восприемников. И предполагается, что это люди, которые верят и любят этого младенца. И в силу этой любви их внутренний дар веры и любви и духовная опытность станет достоянием этой маленькой души. Вспомним еще такой пример в Евангелии от Луки пятая глава, где говорится о исцелении расслабленного. Помните, когда друзья приносят его на носилках, они не могут пробраться, раскапывают крышу здания, спускают к ногам Иисуса Христа и дальше звучат такие слова. И Христос, видя веру их, говорит ему, прощаются тебе грехи твои. Вдумайтесь, Христос не говорит ему, ты веруешь в меня или не веруешь в этом расслаблении. Вообще у него ничего не спрашивают, но объясняет, объясняется в Евангелии, видя веру их. То есть ради веры друзей получил исцеление вот этот несчастный расслабленный человек. Вот принцип любви сработал. Через любовь одних вера достояния стала достоянием этого больного человека. И вот этот принцип он проявил себя в глобальном смысле. Христос в силу безмерной любви к нам стал носителем ответственности за наши прегрешения. Григорий Богослов пишет, «Христос непричастный греху и высший греха пострадал за Адама бывшего под грехом. Для этого ветхое заменено новым, страданием возван страдавший. За каждый наш долг воздано особо тем, кто превыше нас. Для этого рождение вместо создания, для этого дева вместо жены, вифлеем вместо Эдема, для этого ясли вместо рая, малое и видимое вместо великого и сокровенного, для этого дерево за дерево, имеется дерево крестное вместо дерева добра и зла, рука за руку, рука мужественно распростертая за руку невоздержанную, руки пригвожденные за руку своевольную, руки соединяющие воедино концы мира за руку изведшую Адама, для этого вознесение на крест за падение, желчь за вкушение, терновый венец за худое владычество, смерть за смерть, тьма для света, погребение за возвращение для воскресения. Потрясающие слова, это поэзия, друзья, это вообще, вот, Григорий Богослов, это нечто, вот, такое, как бы, обилие дарования, то есть, и созерцание Бога, и поэтический дар, и глубина мысли, и образность выражения ничем не сравнима. Конечно, жалко, что это нельзя, наверное, так вот перевести на русский язык, но он вот, даже вот в переводе это чувствуется. Итак, образ Христа, как нового Адама, он открывает новую грань в православном учении о спасении, а именно, что спасение происходит через новое рождение, рождение во Христе, духовное рождение. Через это духовное рождение человек не только избавляется от последствий древнего грехопадения, но еще получает гораздо большее вечную жизнь и блаженство, незаслуженно. Как там, в древнем мире, он был незаслуженно, мы воспринялись древним, незаслуженно наказание, так и теперь мы незаслуженно приобщаемся к правде Божией. Кроме того, в рамках этого образа описывается постепенное обожение, постепенное преображение тварного мира через действие, неуклонная верность воле Божией нашего Спасителя. Этот образ очень интересен тем, что еще показывает, что спасение Христос совершает и через единство двух природ, человеческую и Божественную ипостаси, и через свою любовь. Еще один важный образ, не знаю, кратенько, образ Христа как Божественной премудрости. Образ Христа как Божественной премудрости. Надо признать, что в святоотеческой письменности, в церковно-славянских текстах иногда он называется обожем Божественной хитрости. Но поскольку в современном русском языке слово Хитрость приобрело такой негативный контекст, коннотацию, то лучше говорить об образе Божественной премудрости. А вообще слово Хитрость технист по-гречески, оно ничего плохого не значит. Мастерство, изобретательность, умение. Отсюда, кстати, происходит слово техника, вот такие хитрые штучки, технические штучки. То есть Христос как великий техник, даже так можно в каком-то смысле это перевести, но я думаю, это будет уже совсем неправильно понято, поэтому не будем входить в такие аналогии. Этот образ часто встречается у древних отцов, и смысл его таков. Как мы помним, Адама и Еву дьявол вел в обман через естество змея. Люди до конца не догадывались, что беседуют с дьяволом, и Христос, когда приходит в мир, он как бы берет реванш и в этом аспекте. Он тоже, приходя в мир, облекается естеством человеческом так, что дьявол не догадывается, что перед ним истинный Бог. И он обманывается человечеством Христа, пытается им овладеть, в течение земной жизни не удается, но он знает, что у него по праву есть возможность все души опускать в преисподние земли, и когда он это делает, Христос туда сходит добровольно, там открывается его божество. И с этого момента начинается разрушение царства дьявола, разрушение ада, разрушение власти дьявола, разрушение законов греха и смерти, вплоть до вознесения на небо. То есть получается, что дьявол обманулся, покусившись на Христа, обманулся, потому что до конца не понимал, кто такой перед ним сейчас. Об этом еще в древности в конце первого, в начале второго века писал святой Игнатий Богоносец, что от князя века сего, то есть от дьявола, сокрыто было девство Марии, ее деторождение, равное смерть Господа, три достославные тайны, совершившиеся безмолвие Божьем. Кто-нибудь может сказать или спросить, а как же это он не догадывался, там Евангелие от Марка говорится, падшие духи говорят, ты святый Божий, ты сын Божий, там есть такие слова, но давайте вспомним, друзья, что выражение сын Божий в Ветхом Завете встречается достаточно часто, и оно употребляется в несобственном смысле слова, там, допустим, в шестой главе книги Бытия, говорится, что сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, то есть ясно, что здесь не говорится о сыне Божьем в собственном смысле слова, вот, сын Божий употребляется в отношении праведника Ветхого Завета, выражение сын Божий употребляется в отношении вообще народа Израиля, помните, даже Господь Иисус Христос в Евангелии говорит, разве вы не знаете, что вы сыны Божьи, а вы как человеки умираете, то есть вы не знаете свое достоинство. Поэтому в переносном смысле слова это выражение допускалось и дьявол как бы ту же, так сказать, и бесы, когда соприкасались со Христом, ощущали его великую божественность и поэтому в этом смысле наизывали его Сыном Божиим. А в собственном смысле, как вторую поставить при Святой Троице, дьявол не видел, не познал во Христе. И чтобы это подтвердить, можно вспомнить искушение пустыни. Помните, как дьявол приступает к нему и что говорит? Если ты Сын Божий, то сделай камни си и хлебами. То есть вот если это так, то сделай. Если бы Христос это сделал, он бы, да, раскрыл уже божественную свою в таком великом и сущностном смысле. Но он этого не делает. Он отвергает его словами Священного Писания, которое знал любой правоверный иудей. Не словом единым будет жить человек, но всяким не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом исходящим из уст Божьих. Также преодолевается и второе, и третье искушение. Он пытается выяснить степень его божественности, а Христос побеждает дьявол словами Священного Писания. Он скрывает свое величие. Когда нужно было помочь ближним, исцелить кого-то, даже воскресить, да, тогда он проявлял божественность, но опять-таки в той мере, которая в принципе могла проявиться и у святых он всегда отказывался от всемогущества и опять-таки скрывал себя. И дьявол подскользнулся, дьявол обманулся. Об этом так рассуждали святые отцы. Приведу вам небольшую цитату. Преподобный Иоанн Дамаскин пишет, «Так как враг уловил человека обещанием ему божественного достоинства, то и сам он улавливается тем, что божество в Искупителе является под покровом плоти. И в этом открывается вместе и благодать, и премудрость, и право, и всемогущество Божие. Благость, потому что Бог не презрел немощи своего создания. Правда, потому что когда человек был побежден, Бог не силою похищает человека у смерти, и не другого, кого делает победителем учителя, но кого некогда смерть поработила себе, того благой Бог снова делает победителем. А премудрость, потому что Бог нашел благоприличнейшее разрешение безвыходного положения». Смотрите, в этой цитате Ян Дамаскин как раз-то и соединяет вот эти образы, которые мы с вами прошли, и идеи божественной правды, божественной премудрости, божественной благости. Но спрашивается, а почему все-таки дьявол не догадался? Ведь он же был и есть, и остается весьма и весьма умным существом. Дело в том, друзья, что мы можем догадаться, понять лишь то, что входит или соответствует нашему мировоззрению, для чего есть место в нашем сознании. А если то, что нам предстоит понять, радикально не соответствует нашему миропредставлению, то мы готовы сопротивляться этому как угодно, чтобы это отвергнуть. Почему? Потому что для того, чтобы принять какую-то великую идею, приходится деформировать фундаментальные вещи в своем сознании. Это очень больно, трудно, и не все на это способны. Так вот, чтобы понять поступок Бога, дьяволу нужно было понять, что такое любовь и смирение. А для него, как для существа гордого и завистливого, это было недоступно. Как это так? Творец мира, всемогущий, все блаженный, ради каких-то существ мелких, ничтожных, гордых и злобных, он сойдет с престола своего божества, умалит, ограничит свое величество, уничижится, чтобы стать человеком, да еще взойдет на крест. Вот понимаете, чтобы это представить хотя бы, нужно все-таки хотя бы иметь какой-то степени в своей душе представление о любви и смирении. Если у вас нет этого представления, то вы не сможете даже такую возможность допустить. Поэтому и дьявол не мог, так сказать, принять эту идею. Кстати говоря, вот эта вот особенность человеческого сознания, не только человеческого сознания, а вообще сознания, можно проиллюстрировать и евангельским примером. Вспомните, как Мария Магдалина не узнает воскресшего Иисуса Христа в саду. Она воспринимает, сидит у гроба и плачет, Христос подходит к ней, а она оборачивается, посмотрела, порешила, что это садовник, вот и снова сидит, плачет. И только когда он сказал, обратился к ней по имени Мария, тогда только она сказала, Равуни, учитель, да, и так далее, там уже стала его исповедовать. То есть смотрите, это было для нее настолько как бы невероятно, что она даже не допускала, что такое может быть. Она сидела, его и оплакивала. Или другой подобный случай, когда Лука и Клеопа путешествуют в Ямаус, они ведь тоже встречают Иисуса Христа, рядом с ней идут, разговаривают и не понимают, что идут со своим учителем, с которым, может быть, там две недели назад еще встречались и беседовали. И сердце свидетельствует, помните, они сами об этом говорят, да, не горела ли сеть и ценаю в нас, о том, что говорят со своим учителем, но тем не менее, они его не узнают. И когда происходит узнавание? Помните? После преломления хлеба Христос у них на глазах совершает Евхаристию. И коня они кушают эту Евхаристию, по крайней мере, так толкует Иоанн Златоуст, открываются у них глаза и они узнают своего учителя, но только он вдруг становится перед ним невидимым. Но это их не огорчает, они с радостью возвращаются в Иерусалим, потому что, хотя видимым образом он уже, так сказать, куда-то исчез, но тем не менее, он уже в их сердце, они уже не чувствуют себя разлученными со Христом, поэтому нечего плакать, да, они с радостью, говорится, возвращаются в Иерусалим и возвещают другим ученикам о Господе. Вот, поэтому, друзья, имейте в виду, что вот эта как бы проблема, она как бы упирается, в психологию, оказывается, не только человеческого, но даже ангельского сознания. И человек, который идет ко Христу, он должен быть готов свое сознание расширять, перестраивать, не в соответствии с теми стереотипами, да, которые давлеют над нами, а в соответствии с Евангелем, в соответствии с святатическим учениям, в соответствии с волей Божией, которая будет открываться в нашей жизни. Спасибо.